Итак, казахстанцы сделали свой выбор. По всей стране закрылись избирательные участки. Да, мы еще только узнаем, как проголосовали наши соотечественники за границей, но подавляющее большинство уже определились со своим голосом. А сразу после полуночи мы узнаем предварительные итоги голосования. Ну вот, собственно, по состоянию на 20.00 по времени Астаны из почти 12 миллионов человек, казахстанцев, своим конституционным правом воспользовались больше 8 миллионов 200 тысяч человек. Явка составила 69,31%. Но если сравнивать с предыдущими электоральными компаниями, то можно сейчас уже с уверенностью сказать, что все-таки казахстанцы ответственно относятся к такому важному событию, как выборы президента. Сегодня с нашими гостями обсудим, как проходила электоральная кампания в Казахстане, зафиксировано ли нарушение на участках, и в целом обсудим явку. Итак, сегодня у нас в студии Екатерина Смышляева, депутат мажориса парламента Республики Казахстан, Индира Аубакирова, член республиканского штаба за честные выборы, Таир Нигманов, политолог, Ермек Абдрасулов, доктор юридических наук и Таисия Мармонтова, профессор Международного университета Астана. Всем доброй ночи, спасибо, что пришли. Ну и давайте начинать, говорить о выборах. Наверное, все уже проголосовали же, да? Я правильно понимаю? Все исполнили, воспользовались своим конституционным правом проголосовать. Конечно, все проголосовали. Я вот сегодня с сыном ходил на участок, он впервые тоже голосовал, можно так сказать. Мы даже сделали с ним, записали совместное видео, в котором я оговорился, я сказал, что мы воспользовались, не воспользовались конституционным правом, а сказал, что я проголосовал, выполнил гражданский долг, конституционный долг. На что мне сразу начали в комментариях писать о том, что все-таки не долг, а воспользовался конституционным правом. Я сейчас хотел бы их пояснить. Почему я считаю, что это все-таки долг? Долг каждого гражданина, каждого казахстанца, потому что все-таки. Мы делаем сейчас выбор на будущее, поэтому это долг каждого отца, матери, подумать о своих детях. Все-таки, если нам конституция позволяет это право, то я считаю, что это все-таки конституционный долг. Как вы считаете? Я считаю, что это скорее правообязанность. Наверное, будет так вот верно это определить, потому что по закону это, конечно, право. То есть, дозволение, это возможности. Но, с другой стороны, если это смотреть с других позиций, не чисто юридических, а таких гражданских, гражданско-культурных, с точки зрения политической культуры, то все-таки есть здесь элемент того, что человек должен выполнить свой долг, показать, продемонстрировать свою гражданскую позицию. Я полагаю, что согласен, что с юридической точки зрения есть понятие не воспользоваться, использование права, юридическое понятие, а есть такое понятие надпозитивные ценности, то есть это моральные, нравственные. Вот здесь подходит понятие долг, потому что надпозитивные ценности, они все-таки иногда, в сегодняшнее время, они иногда даже могут превалировать над писанным правом и вписываться, то есть отражаться в законодательстве. Прямо или что-то именно. Вот о моральной стороне выборов, вот это все-таки будет долг, обязанность, что это, вот право воспользоваться, я понимаю, что у тебя есть право воспользоваться, либо не воспользоваться, но все-таки, то есть вы должны думать же о будущем, то есть это как бы долг, ну я понимаю так. Вы знаете, я бы, наверное, здесь позволила действительно порассуждать, потому что категории как раз-таки в обществе, они достаточно условны, абсолютно верно, я действительно сейчас стала вспоминать то, что я знаю из законодательства, и здесь, уважаемый профессор, здесь действительно абсолютно прав, но когда мы говорим об обществе, здесь действительно для кого-то это право, для кого-то это долг, и я думаю, что здесь нельзя развешивать какие-то ярлыки, здесь каждый выбирает для себя, и вот здесь, говоря о ситуации, наверное, нашей сегодняшней, ну каждый делает сам выбор, кто-то идет на участок, для кого-то это праздник, для кого-то это обязанность, для кого-то это какой-то такой элемент передачи своего вотума доверия. Я бы здесь добавил, что вот вы сказали долг, когда мы говорим о долге в юридическом смысле, там идет сразу наказание, да, то есть это принято нормально, например, это в Греции есть, в Бельгии, например, в Австрии, в Австралии, где идет, как бы, ответственность, ответственность, если вы не приходите на выборы, там, ну, вроде небольшая сумма, там, скажем, 60 евро, но если вы не заплатите, то за ним последуют другие санкции, и иногда может дойти до лишения права вообще до трех лет голосовать, а интересно, в Турции может быть и уголовная ответственность, если постоянное нарушение, то есть вот этого права, вот, да, то есть это, здесь мы говорим о долге, которые навязывает, если бы я сказал государство, или прописывает государство, а мы говорим о долге, когда это идет от сердца, и нравственный долг каждого человека, осознающего будущее страны, что он причастен к управлению государством, и если он не придет на выборы, то все негативные явления, которые будут проходить, он не должен связывать там с правительством, он должен связывать с собой, потому что он не приходил, и он не должен обижаться, и вот, наверное, большинство стран сегодня придерживаются этого, например, в Германии нет обязательства такого, или во Франции нету, но если мы смотрим, например, даже в Берлине, вот последние выборы были, в обед уже там 30-35% явки уже есть, да, то есть несмотря на то, что мегаполис большой, не сравнить даже с Алматой, с Алматы, например, может быть, два раза, там, по-моему, в Европе один, кроме после Лондона большой город, то есть люди идут, почему? Потому что у них привито, что это право, за это право боролись большое поколение людей, и этим правом надо воспользоваться, чтобы быть причастным к делам государства. Ну, кстати, добавлю, знаете, самые, наверное, качественные законы, это те законы, которые основываются на традициях, нравственных правилах, которые существуют в обществе. Тогда норма закона, если она синхронно с внутренним ощущением. Вы знаете, мне кажется, здесь воспринимать как вот нужно, что если для человека ценность выборов, его прав превыше всего, то, иными словами, чем выше у него уровень политической культуры, тем он больше воспринимает это не просто как право, а как свой долг, но долг перед собой, там, перед семьей, как вы сказали, там, перед своей родиной. Но чем выше будет ценность вот в его иерархии личностной, именно гражданских прав, тем он это воспринимает не просто как возможность пойти, не пойти вот на таком уровне. Я не думаю, что восприятие избирательного права как долга проистекает исключительно из уровня политической грамотности человека. То есть, мне кажется, в нашей стране... Так, грамотность одно, политическая культура другое. Между голосованием молодежи и голосованием более взрослого поколения. То есть, одни люди идут голосовать, потому что для них это долг, но когда пытаются этот же ценностный ориентир передать, допустим, жителям Алматы, которая достаточно молодая, или младшему поколению там в других регионах, они не понимают, за что никому чего должны. То есть, здесь мы должны говорить о том, что есть все-таки два понятия. Два понятия долга. Есть долг юридический, и есть долг как часть политической культуры. Долг юридический, это, как бы сказать правильно, вот вы назвали страны, примеры, совершенно верно, но это вынужденная мера в законодательстве, понимаете? То есть, она была принята тогда, когда критически низкая явка случилась. Честно говоря, я не знал, что это так влиться в полемику. Причем, смотрите, здесь что еще нужно понимать? Везде, где есть санкции за неявку, практически, это везде парламентские демократии, где сильна власть парламента, и здесь, как никогда, важно, чтобы был активный парламент, который избирает правительство. Кроме того, здесь что нужно сказать? Вот пусть оно звучит максимально теоретизированно, но, тем не менее, есть действительно вещь, связанная с общественным договором. Да, мы сейчас можем долго рассуждать о ГОПСе, о Руссо, и я не думаю, что это будет актуально для кого-нибудь, для простого человека, который где-нибудь в селе в Туркестане пришел и сделал выбор. Но по факту, вот, один тот самый момент. Своим, так сказать, шагом мы договариваемся с государством. И здесь уже не важно, что было написано в 18 веке, как дополнили это в 19 веке, и как это сегодня реализуют парламентские демократии, которые действительно вводили эти санкции, когда проходили через серьезные парламентские кризисы. Говорят все-таки о явке, обязанности или долге, или праве в своем конституционном пойти и исполнить его. Я сейчас озвучивал явку на 20.00. Я думаю, что в течение программы она все-таки обновится, и мы дадим уже на 10 часов предварительную, заключительную явку. Буквально, может быть, в несколько минут нужно будет подождать. И все-таки уже, в принципе, предварительные цифры хотя бы на 8 часов уже есть. Если будем опираться на них, все-таки это ожидаемые цифры или же нет? То есть выше явка должна была быть? Я думаю, что ожидаемые. Это средний показатель, средняя температура по стране. И на самом деле это хорошие цифры. Они показывают о том, что в нашем народе... Вот я сегодня смотрела по Хабару-24 мнение простых граждан. И вы знаете, я была покорена тем, насколько все-таки у нас высокое самосознание у людей, и правовое в том числе. Люди, они такие хорошие обоснования называли, почему они пришли на избирательный участок. И видно было, что они это пропустили через себя и переживают за будущее страны. Вот очень много звучало в контексте именно будущих перемен. Вот в целом, о чем они могут говорить нам цифры? Вот явка вот. То есть политически активное общество это раз. Второй момент. В целом, определенный этап развития политической культуры. Потому что, ну плюс-минус, вот последние три выбора, трое выборов, которые у нас были, они в принципе плясали вокруг цифры 70%. Это раз. Это говорит о в определенном этапе. Второй момент. Высоко ли, низко ли? Ну, по крайней мере, мы можем говорить о том, что не включался административный ресурс. Нагнать явку можно, причем можно очень просто это сделать, не нарушая никаких законов и ничего. Элементарно, бюджетники. Но, тем более, опять-таки, может быть, почему не 85%, почему не 90%. Опять вспоминаем, мы суперпрезидентская республика, где у нас очень много... Ну, я сейчас позволю. Были суперпрезидентской республикой, где очень много процессов завязывалось именно на ручном управлении. И сейчас, выключив вот этот вот рубильник, мы даем возможность людям сделать самостоятельно свой выбор. И слушайте, здесь действительно, вот с вами можно солидализироваться. Людям нужно доверять. Людям нужно дать возможность сделать самостоятельно выбор. Их нужно уважать, их право на этот выбор и право на информацию. Вот это очень важно. Я бы добавил, если позволите, что предыдущие выборы, я скажу, ну, наверное, до 2020 года, я бы сказал, когда слышал от многих знакомых, говорили, в принципе, вообще мало людей было на выборах, а почему явка показана там 80-90% явки, да? Это всегда вызывало недоверие. И вот те цифры, которые сегодня есть, они, во-первых, реальные. Во-вторых, я бы сказал, что, ну, законом во многих странах нет такого обязывания, обязательного позитивного обязывания приходить. Это показывает, с одной стороны, я соглашаюсь с понятием культура, потому что культура это в широком смысле, это все достижения людей в материальной, духовной сфере. И вот как это организовано, и если люди привыкают к тому, что они должны прийти, и это связывается с этим понятием, как вы говорили, нравственный долг, необходимость, то есть необходимость не от того, что кто-то принуждает, да, а необходимость, которая идет изнутри, что ты должен прийти, и ты должен участвовать, потому что ты причастен вообще к делам своей страны. И вот эта сегодня явка в среднем, если будет там 70-70%, я бы сказал, вообще-то супер, и никто не может прямо поставить вину, сказать, что здесь цифры неверные, потому что я сегодня был, вот и последний референдум, я видел очень много народу, я специально мог бы прийти очень рано, обычно рано приходят у нас люди такого возраста, я был и наблюдателем, и доверенным лицом, с утра, конечно, очень много приходит от пенсионного возраста, я думаю, посмотрю вот такой другой период, и тоже видел очень много людей относительно тех, того времени, которые были, например, в начале, там, после 10-го года, до этого времени, поэтому то, что вы спросили, это именно те цифры, ожидаемые, и в большинстве стран, если вы посмотрите крупных стран, они никогда не бывают 90 или там 100%, этому никто верить не будет. То есть адекватная цифра? Адекватная цифра. Буквально только что стали известны последние данные по явке избирателей на выборы. По информации Центризбиркома, из почти 12 миллионов своим конституционным правом воспользовались больше 8 миллионов 200 тысяч казахстанцев. Явка составила 69,43%. В лидерах ЖТСУСКО и Кызылардинской области там проголосовали больше 81% казахстанцев, а уцайдером остался город Алма-Аты, чуть больше 28% проголосовавших. Если сравнить с предыдущими электоральными компаниями, то снова можно констатировать, казахстанцы чувствуют свою ответственность за будущее страны. Вот как-то вот из выборы в выборы у нас Алматинская, вернее не Алматинская область, а Алма-Аты, город именно, почему-то показывает низкую явку. И даже вот сейчас у нас три мегаполиса, насколько я понимаю, по-моему, Шинкен проголосовали около 60%, Астана проголосовала около 50%, если мне не изменяет память, но опять же это на 8 часов было. А сейчас я вот не знаю. И Алма-Аты, пожалуйста, 28-29%. То есть вот с чем это связано? Я думаю, знаете, вот позвольте я тут вот свои соображения выскажу. На самом деле это, конечно, серьезный вопрос, и надо будет социологам предстоит еще большой объем работы впереди, политологам тоже. Мне кажется, это в основном связано с тем, что почему вот в некоторых областях вот повышенная явка, особенно туркестанская, вот в Чемкенте, вот у нас Южная область в этом плане всегда демонстрирует высокую явку. Мне кажется, для них это один из факторов, то, что это событие. Особенно вот для сельской местности, для регионов, вот выборы, это возможность там с кем-то пообщаться, пойти вот на этот участок, детям показать. То есть, опять же, в их ценностной иерархии культура, она включает ценностные установки плюс практику, то есть то, что практикуется. Знаете, как объясняли, в ЦИКе, по-моему, насколько я понимаю, почему в Алматы так вяло, вернее, в ЦИКе говорили о том, что... Кушают в обед. Нет, они просыпаются очень долго, и вот после обида, вроде бы, как должна быть явка. Кушают в город, для них от отдыха. Ну, как мы видим, после обида явка... Ну, что-то из года в год погода плохая, да, и мешает... Нет, знаете, здесь исторически Алматы, несколько либерезонная, все равно контингент, то есть это в основном там экономическая столица, да, я ее называю, то есть это... А как это корректируется? Если они более образованы, они что, могут не из этого не пойти? Ну, это очень хорошо. Либеральная часть общества всегда плохо голосовала. И это, кстати, традиционно, мегаполисы, бизнес-столицы во всем мире голосуют хуже, чем окраины. И я хочу сказать, что... Ну, нет, можно подчеркну, на Западе такая тенденция не работает. То есть США, Чикаго, Нью-Йорк, Лос-Анджелес там выше, чем среднее. Там немножко полсоветского пространства ниже. Другая политическая система там. Ну, вы знаете, я бы очень сильно не равняла наш электоральный цикл с Америкой. Это абсолютно другая история. Но я неоднократно задавалась вопросом и смотрела. Действительно, традиционно на постсоветском пространстве столицы голосуют хуже. Намного хуже. Причем я могу сказать, что я участвовала в исследованиях, почему это делается. Как правило, первый фактор, да, действительно, либерализованность. И как бы то ни было, более высокий уровень жизни, да, это более высокий уровень ожидания. И, соответственно, это дается некое такое отрицание, да, что нам этого не додали, нам этого не додали. Мы как бы... И более наоборот. Вы клоните к тому, что это здесь больше протестный электорат, да? Нет, это не протестность, это склад жизни. Я думаю, что это просто в ряду их событий, которые они запланировали на выходные. Это не самое для них в их ценностях важное. Нет, я бы, если честно, я бы здесь как раз... Может быть, ценности один из моментов, это вообще интересный вопрос. Я бы скорее завязывалась на ожидания, на ожидания тех, кто проживает в столице. Нет, на более высокий уровень ожиданий от власти, тех, кто ждут в столице. Да, отчасти, один из вариантов, это протестное голосование, но это еще и элемент недоверия. То есть, я живу... Ну, то есть протестное, если недоверие. Это граница. Пришел и проголосовал против всех. Да, пришел и проголосовал против. То есть, от меня ничего не зависит. Я типа self-made, я сам как бы разберусь, а вы выбираете. Ну, вроде бы так же вы говорите, что более образованные люди. А более образованные люди, как правило, больше скептики. И здесь я бы добавил, если мы попытаемся это объяснить именно с точки зрения ценностно-культурной, то ставить вопрос не только, почему в Алматы низкий, но и почему на юге, где превалирует именно сельская местность, там очень высокая. И возвращаясь к нашему вопросу, одним из ответов, что может влиять на вот эти тенденции, это как раз-таки чувство гражданского долга. В ауле, в селе, особенно на юге нашей республики, гораздо сильнее общественные ценности. Когда личные твои интересы ставятся ниже, чем ценности общества. И в данном случае вот эта мантра, вот эта идеология, которая нам все время подается о том, что явка на выборы – это твой гражданский долг, в таких обществах, более консервативных, более ориентированных на какие-то общественные ценности, там она работает лучше. И там люди действительно верят, что это действительно мой долг, это я действительно должен его осуществить. В либеральных городах, где большинство… Алматинцы невнушаемые, так понимаю. Они более атомизированные. Вот здесь как раз будет работать вот это вот… Знаете, пусть он… Индивизористический. Индивизоризм, да. Да, того, что… Либеральный, индустический. Индивизоризм, да. Род. То есть серия «Уят-Булады», «Если я не пойду», да, то есть что скажет мой, так сказать, брат, сват или что-то еще. Ну, может быть, я не так точно это высказала, но город более атомизирован. Он сам от себя. И для него вот этот, так сказать, вот этот момент общественного договора, он менее значим. Почему Астана 50%? А потому что Астана – это город чиновников. Бюджетников. Здесь это прям вот-вот чиновников, бюджетников. И это прям очень хорошо. Ну, тогда по этой логике здесь должно быть 70% явка. Нет, нет. Они же тоже… Хорошо, Ашимкент. Ашимкент – это слишком молодой мегаполис в сравнении с Алматой и Астаной. И здесь мы все-таки, когда говорим про атомизацию, почему вот атомизация как таковая происходит? Потому что в селе или в каких-то там, допустим, городах сравнительно небольших люди живут поколениями и живут семьями. Здесь жил мой отец, здесь жил мой дед, здесь живут мои братья, родственники там всех линий и так далее. И вот мы все как часть общества, чтобы не выделяться частью гражданского вот этого долга, идем и голосуем. В Алмату люди переезжают по одному с целью себя реализовать. В культуре, в науке, в бизнесе. Люди там не обладают столь прочными межличностными связями, как в, допустим, на том же… Но опять же мы говорим на примере именно Казахстана. То есть если мы берем развитые страны, то там совершенно ситуация другая. Там по другим причинам люди голосуют. Но если мы посмотрим, к примеру, на Россию, я думаю, в России это будет работать по тем же принципам. То есть люди переезжают в Петербург и в Москву не в семьях. Вот знаете, я не совсем с вами соглашусь, кто переезжает из аула, допустим, в город, у них коллективистские ценности тут же не могут поменяться на индивидуристические. Они в городе семьями, они тоже ищут какую-то адекватную общину, с которой они могут общаться и когда им будет комфортно психологически. Я бы сказал другую позицию, что все-таки все мнения, которые были высказаны, трудно найти какую-то закономерность. Потому что вы в любом случае найдете контраргументы, потому что несоответствие. Сравните, скажем, Ускаминогорска, например, вроде бы очень высокая, да, вот я смотрел, по-моему, более 80%. И я бы сказал, что здесь все-таки необходимо более глубокое социальное исследование, если это не поверхностное, потому что это не должно делаться, вот как мы сегодня делаем, догадки, наши предположения, да, а более глубоко изучить. Ну да, разумеется, и более того, что такие исследования ведутся. Ну и чем это надо было после референдума? Тоже повторяется, уже исследование. Разрезом социальных групп, да, необходимо, потом должен быть хороший опрос провести, потому что мы до сих пор не знаем причину, потому что, я согласен, нет там протестного такого настроения, чтобы люди сказали, у меня много родственников живет в Алма-Ате, я никогда не видел, и когда я спрашиваю, и кто-то говорит, я не знаю, ну если время будет, пойду, да, то есть заранее уже говорят, если время будет, и для меня это непонятно в чем. Для них это не такое событие. Но это не у всех, а у других те говорят о том, что нет, мы не пойдем, без объяснения причин. То есть вот эти все факторы требуют все-таки научного глубокого исследования, и нужно было провести, возможно, и вот до, правильно вы сказали, после этого. Для коротков, это рутина. Дамы и господа, я человек от науки, я могу сказать, что такие исследования ведутся. Конечно. Раз. Вопрос в том, что мы очень осторожно выпускаем полевую социологию в публичное поле. Два. В чем, почему? Ну, это вопрос, давайте так, я просто здесь вопрос о этике, я бываю задействована в таких исследованиях, и есть такой вариант о неразглашении. Я все-таки буду придерживаться принципов этики, да, когда я подписываю договор, я не могу определенное время... Ну, тогда исследуйте, если мы не можем... Нет, мы же не... Это для заказчика делается, а не для общества. Это для заказчика. Нет, мы же не делаем персонализацию, спрашивать, кто-то этот голосовал. Какие-то тенденции, факторы. Обезличенные люди. Теперь момент. Обезличенные, здесь нет никакого секрета. Теперь момент, я все-таки сейчас договорю, но есть такой момент, когда социально-политические мониторинги определенный период не разглашаются, потому что это заказывает заказчик, и здесь нет моментов. Нет возможности озвучить. Второй момент. Я сама работала с экспертными интервью, с фокус-группами, и если то, что я сейчас озвучивала, здесь есть вопрос, связанный с определенной атомизацией, есть вопрос, связанный с тем, что действительно, вот то, что я сейчас говорила, люди ждут больше от власти и считают, что их приход на участок ничего не меняет. И эта тенденция как раз-таки характерна для городов. Более того, в силу своего научного интереса я много занимаюсь сравнительными исследованиями. Вы тогда соглашаетесь с протестным, вы сами сказали, что это не протестное. То, что вы сейчас сказали, вот я ничего не изменится, это протестное. А вы сказали, вот это и слава на слое. Это недоверие, это протест. Это недоверие и протест. Когда власти недоверят, не идут из-за этого голосовать. Это не явный протест. А протестное настроение, подождите. Подождите, минуточку, минуточку. Протест это не значит, что выйти на улицу. Это нигилизм. Это нигилизм и протест раздавающие. Если нигилизм это полное отрицание, тогда в любом случае будут лежать причины социально-экономические. Хорошо, у нас на этих выборах появилась графа против всех. Почему бы не пройти, не проголосовать против всех? Вот это протест. А вот это протест. Это протест. Что мешает? Эту часть населения как раз-таки забрала именно эта графа. То есть именно протестная. То есть человек встал, сделал действие, выразил свое мнение. Человек, когда не идет голосовать, это тоже относится к протестным формам. Это его личный выбор. Он пользуется правом или нет? Он может сознательно не идти ввиду протестных настроений. Есть же графа, вы сужаете определенные. Вот я скажу, эта графа, почему люди не воспользуются, потому что в любом случае было разъяснение о том, что эта графа при любом раскладе, она не учитывается. Вот почему в России отменили эту графу в 2006 году? Потому что там была другая система. Если 50% людей идут против всех, то больше 50%, даже 51 голос, уже 49 проголосовали за 49, но 51 голос проголосовали против всех, то выборы не состоялись. И откладывались часто выборы, особенно в регионах. И это экономия средств и так далее. А чтобы избежать этого, в нашем законодательстве заложили просто проверить отношения. А если человек знает, вот я приду, буду против, но оно не будет все равно учитываться, не будет влиять на ход голосования, то у людей, конечно, пропадает охота. Уважаемые эксперты, мы, к сожалению, должны Екатерину Васильевну отпустить, у нее там встреча. Большое спасибо, что вы к нам пришли. Извините, что я вас перебил в этой диспуте. Большое вам спасибо. Ну и все-таки говоря, вот об этой графе, да, графея против всех, фактически же ничего не меняет. То есть проголосует 60% за то, что против, против всех. Все равно будут выборы состоявшиеся у нас в Казахстане. То есть ЦИК это определенно сказал. То есть пока у нас законодательство именно построено на том, чтобы эта норма никак не влияет. А теперь смотрите, это очень хороший маркер для принятия управленческого решения. Да? Хорошо, опубликованы. Вот как раз-таки мы сейчас поспорили по поводу того, почему не оглашаются социально-политические мониторинги. Почему? Они идут, ну опять-таки это заказчик и это заказчик решает, допустим, какой-то из госорганов решает, хочет он озвучить или нет. Часть из них дает информацию, это можно найти на тех же сайтах, пожалуйста, Казахстанский институт общественного развития раз в полгода с завидным постоянством публикует ситуацию. Одно время публиковали свои вещи в фонд общественное мнение, но с другой стороны, вот допустим, я сама возглавляла службу анализа и мониторинга сферами жительских отношений определенное время назад. Вот тут был такой вопрос, когда мы заказывали, мы предоставляли данные в АП и дальше они уже отправляли это для кематов. Теперь, вот вернемся, для чего нужна как раз-таки графа против всех. Я почему говорю о том, что это очень интересный вариант, это очень интересный ход для принятия управленческого решения. Нам не нужно вообще ничего делать. Вот у нас открытый индикатор. Если мы видим какой-то регион, к примеру, гипотетически, опять-таки, я не знаю, одна область 0,3% против всех, другая там 2,6%, а где-нибудь там, я не знаю, 18,5%. Пожалуйста, смотрите, что не так. И дальше уже точечно, пусть и внутренняя политика это отрабатывает, и пусть как раз-таки отрабатывают. Вы говорите идеальный вариант, когда люди действительно придут, но в Алма-Ате мы видели другое, они не пришли и не показали, и в то же время это неизвестно. Поэтому известно будет, если скажут, что эта графа будет учитываться, учитываться и будет влиять на результаты. Но есть опасность, о которой я говорил, не только в России, в некоторых странах Европы тоже отменили, потому что это блокирует вообще выборы. Там большинство электората приходит и говорит, мы против всех. Но это получается то, что электорату что-то не нравится. Что-то не нравится. С ним же нужно считаться тоже. Ну, может быть, мы, я и говорю, мы ввели пока вот такую графу или с таким условием. Может, со временем мы сделаем так, чтобы попробовать так выглядеть. Хорошо, если говорим о выборах, о явке на выборах, все-таки можно ли как-то стимулировать? То есть, политической активности жителей, граждан. Мне кажется, вот по поводу стимуляции есть очень важный момент. Мы можем разъяснять вот на таких передачах, почему важно воспользоваться своим голосом, как это повлияет. Мы можем объяснять, почему явка на выборы снижает поле для нечестных механизмов в виде вбросов и так далее. Ты пришел, проголосовал, твой бюллетень уже не сможет быть использован для вбросов и так далее. Но, к сожалению, в нашей стране до сих пор существует категория людей, я бы их назвал местечковыми начальниками. Они могут быть директорами заводов, они могут быть руководителями каких-то государственных органов на каком-то там уровне. Я не знаю, какой-нибудь Акимат, школа или другое госучреждение. И для них стимуляция – это вопрос личного рейтинга, личного имиджа, скажем так. То есть я, как директор какого-нибудь школы в каком-нибудь там селе, заставляю всех своих предподчиненных, чтобы они пришли к 9 утра, проголосовали, выложили фотографии в социальных сетях, и потом я вот эту стимуляцию голосования себе записываю в политический актив. Посмотрите, какой хороший я организатор, заставляю… То есть у нас вот такая вот высокая явка… Когда же мы говорим о стимулировании, мы не только говорим, что вот именно кнут нужно использовать, можно же и пряник. Учить, учить. У нас вот, к сожалению, пока большинство людей под стимуляцией воспринимает только кнут. Учить это, да. Учить это, да. Учить это, да. Учить это, да. А этот процесс вызывает объективизм, вот этот фенометр тогда не является, он во всем мире. Вот смотрите, вы говорите, стимуляция, если мы в среднем 70, да, там и так далее, дополнительная стимуляция. Вот сегодня, если вы соцсети посмотрите, столько фотографий, когда люди хотят демонстрировать, что они были на выборах, да. Много фотографий, вот я голосую, кстати, я тоже это делал. Очень много людей. То есть это по сравнению с предыдущим периодом, это первое. Я думаю, стимуляции нуждаются, может быть, вопросы, которые касаются того региона, где явка была низкой, да. А в целом по стране. А почему низкая в целом была? Ну посмотрите, вообще наша культура, когда родители сидят, и вот у них дети рядом, и они говорят, да ничего не изменится, я не пойду и так далее. Дети, они вроде бы не вмешиваются в разговор, но они как губка впитывают все. И вот здесь начинается воспитание, не только в школе там пришел студент, там на первом курсе я прихожу и говорю, вы пойдете на выборы, им, например, 18 лет, некоторые говорят, не знаю, а что это изменит и так далее. То есть эта система у них уже не заложена уже в школе и в семье. Вот как раз-таки учить, это не быстро, но учить, учить и учить. Опять-таки, вот это мое. Я вам сейчас хочу один пример привести, просто что вот в одной из наших областей сняли на видео мужчин в костюмах воинов Ваканды. Получается, вот эта вот вымышленная страна из Марвела, знаете, да, это? Ну да. Вот, который на казахском языке поздравляли всех с днем выборов. И желали процветания Казахстану и Африке. Вот это не стимулирование разве? То есть вы это понимаете, просто объявите, люди просто пойдут посмотреть, что это такое. Главное, главное, чтобы это делали не с подачи государства. То есть, чтобы вот такие действия, вот такое привлечение... А кто организует выборы? Как в смысле не с подачи государства? Нет, вот в этом случае как раз-таки это будет сильнее торгать. Что, смотрите, за государственные деньги, за государственные налоги, которые мы все платим, устроивают вот такое. Зачем это? Нам все равно выборы обходятся в копеечку, мы все равно их тратим. Нет. Давайте мы потратим креативно эти деньги. К сожалению, людей это отталкивает. И когда мы говорим, кстати, о фотографиях, было, к сожалению, в прошлом, что вот эти фотографии о том, что я пришел и проголосовал, это был отчет перед твоим начальством. Меня, к счастью, это лично избежало, но я знаю очень много случаев, особенно в регионах, когда для этого тебя, с тебя требует начальство под угрозу увольнения, штрафа или в других случаях. Так вот, и мы должны прийти к тому моменту, я говорю как раз про политическую культуру, когда мы вот такие фотографии будем воспринимать, что это сделано человеком действительно от чистого сердца. Нет, 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 я с вами не соглашусь, потому что одно дело сделать фотографию и отправить своему начальнику на кафедру или в отдел, одно дело человек показывает в фейсбуке не для начальства, а для себя, для всего общества, его отношения, что он пришел, он выразил свой, мы говорим, или свой гражданский, выполнил гражданский долг, и осуществил или реализовал свое право, и показывает это, ну, по лицу видно, счастливый человек. Он показывает всему обществу, что я прихожу, голосую. Вот таких много. А раньше, вы правильно говорите, наоборот, приходили вот такие указания, сейчас их практически нет. Например, в начале 2000-х, я помню, я уже работаю в виразистском, говорили, на каждой кафедре в деканат отправляйте все доказательства о том, что вы были, да, это совсем другое. Так сказать, поддержу, сама работала в ЮНУ и сама это делала. Да, это совсем другое, сегодня такого нету. Да, и я не могу сказать, что, скажем так, это вызывало отторжение, но это вызывало стойкое раздражение, потому что я жила недалеко от ЮНУ, и у меня это было испорченное воскресенье, потому что я все равно дойду. Но когда я тебе начинаю с без 15 и 9 писать, вы где? При, при, ду, не трогайте меня. Вот мы с вами потихоньку подошли к тому, как можно активизировать, активизировать, когда будет сама политическая конкуренция усиливаться, когда человеку будет интересная интрига, вот, то... Да, когда он будет видеть его голос именно за того или за этого кандидата, вот тогда будет реально... Но, опять-таки, это не нужно говорить о том, что это не будет ни завтра, ни в следующем году, вот, может быть... Я верю, вот следующие парламентские выборы уже оживлены должны быть. Однозначно, общественный механизм так не работает. Глава государства, он сказал, что будут зарегистрированы определенные партии новые, и я так думаю, что у нас политическая поля в любом случае... Ну, ощутимые результаты будут все равно, будут, 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 очень небольшие. Я верю в перемены. К сожалению, это зависит не только конкуренция. Безусловно, она влияет на интерес конкретного человека прийти на выборы. Один из факторов. Да, это один из факторов. Другой из факторов, это заключается в том, что почему люди не ходят на выборы. Они считают, что их голос все равно ничего, ни на что не повлияет, потому что посчитают, как надо. Ну, как это переломить? Вот это как переломить? Проводить честный выбор, и, к сожалению, нужно проводить их не раз. Вы понимаете, как я взял за электронную кампанию? Показали, вам сказали, что даже честно пришли, проголосовали 90%, скажут, однодетесь человек, который скажет, я не верю. А 90% не пойдут. Ну, даже если такое будет, понимаете, вы даже сами не верите. Вы знаете, вот я своим студентам на последнем занятии в четверг вот сказала, что впереди вот выборы ждут. И я им рассказала историю борьбы в истории человечества за это право. Что все революции совершились в том числе за то, чтобы можно было голосовать. Рассказала про Нельсона Манделлу, который боролся и сидел за то, чтобы черно-коже могло голосовать. Хорошо, если есть только преподаватель, который вот сразу же складывает. Я так их видела. Они по-другому на это смотрели. И у них есть сейчас это право. Они должны показать, что они граждане Казахстана. Пусть они за рубежом, где угодно находятся. Когда он идет, он голосует, он показывает, да, я гражданин вот этой страны. Мне не все равно, какое у него будет будущее, следующие 7 лет. Я хочу через 7 лет, чтобы у меня появившиеся там дети, они жили в другой реальности, справедливой реальности. А я своим студентам, я решила так, что я не буду, ну как бы долго чего-то рассказывать. Я у них, опять-таки, в силу того, что я работаю с международниками, ребята заточенные, уже заточенные на высокий уровень политической грамотности, с достаточно сложившейся позицией. Я им сказала одну фразу, которую в свое время сказал Уинстон Черчилль. Я говорю, а вы подумайте, что плохие правительства выбирают хорошие граждане, которые не ходят на выборы. Я почему-то думал, что вы скажете, что не пойдете на выборы, за четку не поставлю. Ну и это можно. Ну зачем? Они сами завалятся без посторонней помощи. Вот знаете, кстати, я вспомнила цитату Авраама Линкольна, он очень хорошо сказал, что избирательный бюллетень – это сильнее пули. И вот у нас тогда повысится активность, хотя я считаю, что она сейчас на достаточном уровне, но, не знаю, скажу, что когда усилится наша политическая жизнь и конкуренция, тогда, когда избирательный бюллетень, ты идешь, она как силу... Вот завтра у нас ОБСЕ озвучит результаты своей работы, тот месяц, который они работали на протяжении месяца в нашей стране. Вот. И они от выборов к выборам постоянно нам указывают на какие-то недоработки, на какие-то там просчеты наши. Ну это нормально, для этого мы с ними и сотрудничаем. Ну понятно, вот в этой электоральной кампании были учтены те ошибки, по вашему мнению? Вы знаете, я так думаю... Вот завтра они нам не скажут, а вот тоже нам скажут. Вот мы говорили, вы ничего не поменяли. Не только ошибки, они, кстати, плюс говорили, сегодня это опять проявили, вот в своих речах, я вот слышала международные наблюдатели, о том, что очень хорошие условия созданы для людей с ограниченными возможностями. И вот в отчете ОБСЕ за выборы вот по прошедшему референдуму, они прям тоже это особо подчеркивали, потому что реально у нас ЦИК в этом направлении огромные делает мероприятия, меры принимает для того, чтобы люди могли вот безбарьерная зона... Здесь в целом можно сказать, что, ну, вот что референдум, я хорошо помню, да, есть определенные недоработки, но они не являются какими-то критическими и какими-то особо какими-то вот такими страшными... То есть не стоит на них обращать внимание? Нет, нет, почему? Почему? Извините, здесь обращать нужно, но это не нужно воспринимать как повод для самобичевания, это всего лишь повод для того, чтобы улучшить свой управленческий процесс, потому что выбор... Ну, сейчас мы уже провели работу над ошибками, по вашему мнению? Да, да. То есть провели? Я хорошо... Анализ, все это проводится, консультации регулярно. В целом сейчас об электральной кампании, которая у нас уже завершается, президентская имеется в виду, если вот подводя небольшие такие итоги, вот чем она сейчас запомнилась? Она запомнилась тем, что у людей появилась надежда. Вот опять же, сегодня я смотрела, как люди на улице или на участках вот при выходе говорили о том, что почему он голосовал, спрашивали журналисты-то вопросы, и вы знаете, у всех у них звучала надежда, надежда на перемены. Они хотят перемен, ждут перемен. И молодежь, и старшее поколение, они все вот говорили в основном о том, что мы ожидаем, что будут... Я тоже хочу добавить, что вот самое главное, мы много встречались с избирателями, это и с молодежью, и онлайн, и оффлайн встречались, и... Мы это штаб за честные выборы. ...за честные выборы, и очень было много вопросов, заинтересованности, какой не было раньше. Я и в 2005 году встречался с избирателями, я деканом юридического факультета тогда был, в 2005 году, когда выборы были. У нас встреча была другая. Вы придете на выборы, приходите, да? Кроме вот этих слов мы не говорили. И вопросов нам особо не задавали. А этот раз двух-трехчасовые встречи, это столько вопросов о смысле вообще, о содержании, вот все вопросы, и сроки президентские, и почему они досрочные, что-то изменит, и что-то значит новый Казахстан. То есть эти вопросы говорят о том, что избиратели, вот мне что запомнилось, что они проявляют неравнодушие и готовы прийти. И вот я думаю, то, что реальные цифры, которые были сегодня, вот раньше какие были, что запоминалось, и у меня есть знакомые, которые были на местах участковой комиссии, работали, они говорили, мы сидели и самое главное, знали, что у нас должно быть 98-7%. Как это делается? Мы говорим, это где? Он работает в Астане, его родственники уехали в Алматы и так далее. Он не проголосует, да? Лишь бы один человек пришел, и он говорит, для всех родственников согласны, и бюллетени бросали. Он, ну, в приватной беседе мне говорил. Но этот раз, когда был референдум даже, он сказал практически, мы спотели, мы ничего не могли сделать, и выдали там 68%, это реальные цифры, потому что люди пришли и сказали, не должен, даже он, человек забыл удостоверение, все его знают. Это аул небольшой, там небольшая школа, да? Он приходит... Да, 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 да. И завершая, что вот здесь, я думаю, заинтересованность наших людей, вера в будущее Казахстана. Давайте, Таиси, да. Это Иру, предоставлю слово. Спасибо. Ну, Таир бы уже закончил. Хорошо, я быстро скажу. Во-первых, нам нужно все-таки еще несколько электоральных компаний, чтобы эта надежда закрепилась. То есть, если сейчас существует надежда на более честные, справедливые выборы, то нам все равно придется провести несколько больших электоральных компаний, чтобы люди на деле увидели, что эти надежды оправдались. То есть, это доверие еще надо заслужить. И, к сожалению, это не вопрос одного-двух лет, это раз. Во-вторых, я бы все-таки хотел сказать о том, что очень интересно, какая будет явка через 10-15 лет. Потому что сейчас среди проголосовавших, именно пришедших и отдавших свой голос на избирательные участки, много тех людей, которые родились в Советском Союзе и которые воспринимают этот акт как мой гражданский долг. Как будет голосовать молодое поколение следующее, которое придет на смену нашему старшему поколению, это очень большой вопрос. И как сможет наше государство и общество гражданское в первую очередь их политизировать и заинтересовать в этом процессе. Это будет очень интересно. Как будут меняться? Мы же вернулись к тому, с чего начинали, то ли с долг или все-таки право. И последнее, как раз таки, я бы, наверное, призвала не говорить о том, что у нас через год, через два все будет хорошо. Общество это сложная саморегулируемая система, где средний цикл занимает 5-7 лет. Соответственно, нас впереди ждет большая работа. И главное, чтобы мы позволили системе от жесткой регуляции войти в тот момент, когда она сама работает. Будем надеяться, что в следующий раз встретимся через 7 лет. Я напомню, что сразу после полуночи экзитпол объявит свои результаты. Предварительный подсчет голосов и окончательные итоги цик озвучат уже на днях. Вскоре мы узнаем, кто возглавит нашу страну. На этом все. И я передаю слово новостной службе. Гульнас, доброй ночи. Это Сергей.